Всем привет! Меня зовут Иван. Сегодня мы будем сравнивать две пары палочек. Америка против Китая. Кто победит? Добро или зло? Давайте узнаем. Перед тем, как начнется видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пишите в комментариях, что это видео вам очень понравилось, чтобы всех обмануть. А либо вы можете писать, что наоборот все плохо, там все скатилось и все такое, чтобы видео продвигалось. Если больше комментариев, тем лучше. Скидывайте это видео друзьям, если оно вам понравилось. И смотрите другие видео. А теперь приступим. Подопытный номер один. Битферс. Написано. The Perfect Pair. Модель 5B. Ну, короче. Короче, обычные веки 5B. Да, все, в принципе, просто. Парсинят номер один. Подопытный номер два. Про эти палочки уже кое в каком видосике было. И, в общем-то, идея снятия этого ролика, она появилась из-за того, что у меня недавно была нюха. И мне знакомый внезапно решил подарить пару виков. Просто зашел в магазин, посоветовался с консультантом, и он продал ему пару палочек викферс. Викферс. Как бы, я просто не ожидал такого. Думал, все будет как обычно. Тут раз. И, ну, давно вики в руках я не держал. Но я знаю, какие должны быть нормальные вики, которые старые были. Сколько они весят, и что там, почем, хоккей с мячом. И когда мне попали в руки эти палки, тогда я пощупал, потестил, попробовал, и понял. И все понял. И решил снять этот ролик. Это было лирическое отступление. А теперь мы продолжим. У палочек, помимо самих палочек, есть немаловажная такая штучка, как вот эта кордоночка. И на ней написаны всякие важные инструкции, описания, куда совать, что делать там и так далее. И сегодня мы будем их читать. Что написано на палочках викферс на кордоночке? Superior Designs, Superior Feel, Superior Sound. Перевод. Крутой дизайн, прекрасное ощущение, достойный звук. Дальше там какая-то история про викферсы, там, бла-бла-бла-бла. Там про то, что вы покупаете палочки, просто берете их сразу из коробки, идете на сцену, разносите стадионы. И, типа, вы зарабатываете миллион долларов, и все такое, успех. Бла-бла-бла. Написана ссылочка на сайт. Написано Boston MA 02136, и написано, что Made in USA. Написана модель 5B, и никаких китайских иероглифов здесь сзади нет. Это очень важно, потому что существуют на алиэкспрессе китайские реплики виков, и там немножечко другая кордоночка. Уже она такая, не совсем оригинальная. И наличие такой кордоночки нас убеждает в том, что это оригинальный виксерс, то есть прям, типа, трон настоящий, все такое. Это важно. Следующие палочки. Читаем кордоночку, такая лаконичная, аккуратная, прикольного цвета. Салатовый цвет, прикольный цвет. Написано уже все по-русски, что не может не радовать, потому что хотя бы кто-то что-то поймет. Барабанные палочки из ореха с деревянным наконечником. Серия Nikori Standard 5B. То есть указан материал, модель, все такое. Форма наконечника цилиндрическая. Материал орех. Диаметр 15,3 мм. Длина 406 мм. Импортер и организация, принимающая петензии от потребителей. ООО. Мегатрон. Московский область, Красногорск. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Производитель. Производитель Жангчжоу, Ханжэнг, ИМП. Сделано в Китае. Цвет Naturel. Размер 5B. Материал орех. Дополнительно еще для барабанщиков написано. Здесь еще дополнительно сразу все шильдики. Выведенный параметр. И еще вес указан 80 грамм. Какие мы на этом предварительном первом этапе можем сделать выводы? На кардоночке у палочек Quick First написано просто маркетинговая всякая фигня. И по сути ничего особо не указано. Потому что есть довольно много барабанщиков, которые прям... Они шарят зато какой длины должны быть палочки, какой там вес, все остальное. Еще там за длину шейки и форму наконечника тоже. И на китайских палочках там все расписано и указано. Там не написана какая-то легенда там вот такая, что там... О, наш там вождь, короче. Давным-давно пошел охотиться на мамонта. И он срубил там ореховое дерево древнее, чтобы сделать себе копье, стрелы. Вот он охотился, охотился, убил мамонта. И все племя не умерло от голода. А потом все решили, что надо устроить дискотеку. Сделали там из мамонта барабаны. Натянули его кожу и сделали из этого дерева там палочки. И вот с этого момента начали делать такие палочки. Ну, тупо четко все написано по делу. Че почем. Длина. Масса. Тоже немаловажная информация. Цвет. Форма наконечника. И куда направлять претензии, если у вас будут бракованы палочки. А также производитель. На кордоночке First много чего такого не указано. Там просто очень много слов для того, чтобы неопытный барабанщик пришел. И хитрый продавец им просто дал. Сказал, это то, что надо. Детка. О, мой. И все. Идем дальше. Смотрим сами палочки. Ну, видно здесь, не знаю, не видно. Но здесь идет криво древесина. То есть в рукоятке будет проходить вибрация лишняя. Волокна в целом прямые, но не совсем. То есть она будет немного криво отскакивать. Все, они идут немножко вот так. Эта палочка получше выглядит. Тут тоже все, они настолько ровно. Здесь не прямая доска. Вот. Здесь вот есть вот такая штука по дуге. То есть она будет отскакивать уже точно не так, как должна отскакивать. Нормально палочка ровная. По цвету дерево прикольно. Логотип чуть-чуть подстертый. Это, в принципе, не особо критично. Попробуем звук. Звучит неплохо. Катаем палочки. Катаем палочки. Катаем палочки. Я прокатил палочки для того, чтобы проверить, насколько они ровные. И здесь, не знаю, будет видно, не видно. Но вот здесь между палочками видно между узор. Короче, вот это одна палочка. Одна палочка ровная. Одна палочка вот такая. Викферс. Можно было бы, конечно, еще постучать по пейду, по барабану, еще что-то смотреть. Но опыт, накопленный с годами, мне позволяет так не делать. И вообще, в целом, я хочу смоделировать здесь в видео такую ситуацию. Как будто я пришел в магазин или кто-то другой пришел в магазин. И не на чем особо поиграть. Там на барабанах нет времени на это. И надо просто узнать максимально полезную информацию, нужную, о палочках. И оценить, какие палочки брать, какие палочки не брать. И, в принципе, все, чем мы сделали сейчас с палочками Викферс. И этого достаточно, чтобы понять, хорошо палочка будет отскакивать или нехорошо. И, особенно, насчет ровности, там тоже такие штуки, которые невозможно спрятать. И даже не играя на пэде, уже понятно, куда все там идет. И куда надо эти палочки положить. И какие палочки не надо брать. Ну, типа, понятно, не так помню. Теперь палочки Аптов. Теперь палочки Аптов. Смотрим на их волокна. Волокна, во-первых, очень хорошо видно. И сама палочка цветом потемнее, чем Викферс. И вообще, те, кто деревом занимается, они знают и все время говорят, что вообще рек должен быть темным цветом. Хороший. Здесь палочки потемнее. А в обоих палочках чуть-чуть неровно идут волокна. Да, есть такое. Попробуем постучим палочки по палочке. Как мне показалось, здесь звук палочек немножко менее яркий. И более такой, ближе к середине, в общем, сдвигается. Также, по части того, насколько они отмечены по массе и по звуку, можно сказать, что, в принципе, это сравнимо с Викферсами. То есть, они сильно по массе не отличаются. И слабо отличаются по звуку, если бить одной палочкой по другой. Попробуем их покатать. Тест с прокатом показал, что катаются они отлично. И мы можем также еще просто сомкнуть две палочки вот так и проверить. Если между ними есть какая-то щель большая, которая видно прям, значит, они не совсем ровные. Попробуем поиграть на пэде. Палочки Викферс. Одна палочка. Опытным путем было выяснено, что одна палочка кривая. Попробуем ими поиграть на пэде. Ну вот, эта палочка, которая по дуге немножко идет. И она отскакивает в бок. Хотя у меня пэд специально поставлен параллельно полу. Да, вот. В принципе, здесь и в древесине эту штучку видно. Изгиб. По большому счету, я бы такими палочками все равно стал играть. И если надо было, отыграл концерт без проблем. Ну, я так думаю сейчас. Вот я немножко поиграл на пэде. И если сильно на пальцами напирать, а именно кистями выгребать, тогда контроль есть, и тогда можно, в принципе, с этим работать. Это были палочки Викферс. Викферс. В целом, неплохо. Звук палочек чуть-чуть отличается, но в целом не так прям вот кардинально. Вообще, пока палочки, у которых прям звук совсем почти не отличался. И это были на моей памяти только палочки Quadrostix. Потому что там более серьезный мэтчинг. Но сегодня у нас их в сравнении нету. Так сказать, реклама небольшая не помешает. Quadrostix это российские палочки. Покупайте, играйте, наслаждайтесь. Палочки UpTone. Вообще, так чувствуется. В руке как будто чуть-чуть они потяжелее. Друг от друга палочки особенно отличаются. Предыдущая пара по массе тоже неплохо была подобрана. Просто бывает, когда плохой мэтчинг по массе. Прям чувствуется при игре, что... И даже не при игре, а просто что одна палочка ощутимо легче. И тогда сложно становится руками одновременно нормально по громкости играть. И по высоте отскока там, все такое остальное. И звук у них тоже разный. У палочек, которые по массе сильно отличаются. Поиграем палочками UpTone. Вот эта палочка, она пониже звучит и прям слышно. То есть если я буду играть на барабане, там тоже будет, скорее всего, один звук повыше, другой пониже. И они друг с другом будут, как сказать, немного неслитно звучать. Будет так звучать, как будто я играю в разные места барабана. Эти палочки, мне кажется, чуть получше пропускают вибрацию. У них волокна тоже не идеально ровно здесь идут в палочке. Но здесь более монолитно, так скажем, все это происходит. Не так, как было на предыдущей паре. Хотя в какой-то момент определенно может быть такой момент, что какой-то кусок здесь, который так идет, не прямо, он может отмануться, что на той палочке, что на той. Здесь, да, все, в общем, тут интересно, конечно. Но прям вот таких под острым углом нету косяков. На той паре, на одной палочке так было. Там, если долго играть, то будет вибрация уходить в это место. Если барабанщики, которые прям сильно нажимают палочки, они это почувствуют. Это были палочки. Потом мы поиграли. Мы узнали, что они в игре себя хорошо ведут. Узнали, что они хорошо отскакивают. Узнали, что у одной палочки звук пониже, чем у другой палочки. То есть матчинг по нотам не очень хороший. Это серия Geek or Standard. Это серия самая нижняя из серии Палочек об том. Там есть еще две серии. Это самая нижняя. То есть это самая дешманская серия Палочек об том. Поиграв на пэде палочками Big Verse, чувствуется, что... Ну, там понятно, что через какое-то время, что одна палочка не совсем хорошо себя ведет. В руке по звуку мне они больше понравились. У Палочек об том, у одной палочки звук ощутимо отличается от другой палочки. Но играть имя довольно удобно. Хотя еще опыт показал, что они чуть-чуть получше пропускают вибрацию. Потому что все-таки это китайский орех, а не американский. И там само качество ореха соответствует. Само качество древесины у Палочек Обтоун немножко уступает качеству древесины Big Verse. Но зато палочки Обтоун в этой паре поровнее и в руках себя ведут получше. На самом деле, по большому счету, если бы мне надо было срочно взять две пары палочек на концерт. Вот эти две или одну пару, допустим, только Big Verse. И даже несмотря на то, что там чуть-чуть есть вот это прям визуально, видимая, кривизная палочки. Я бы концерт, не знаю, 60 песен, 40 песен спокойно отыграл бы. Просто отыграл бы и не парился бы. На самом деле, там все сложности вылезают вот эти с кривым отскоком. И он становится очень неудобным, когда надо играть очень много роллов, очень много сбивок. И вот тогда те, кто всякие бласты играет, у них это будет вызывать вообще адские боли в одном месте. Не в руках. В одном месте ниже пояса взгорание произойдет, потому что у них будет потеря контроля. Контроля рассудка и просто будет вообще нести, будет охота эти палочки разломать и там глаз кому-нибудь выкинуть. Потому что очень неудобно будет играть. А палочками UpTown мне очень понравилось бы играть барабанщикам, которые сильно чувствуют, когда проходят вибрации. И бывают разные люди. У кого-то руки посильнее, у кого-то более чтительные руки, такие слабые. У кого-то всяких белоруси, которые на заводе с мужиками не работали. Вот они быстро эту разницу всю прочухают. И возможно будет вызывать некоторый дискомфорт, если они привыкли играть какими-то элитарными палочками. Это то, что показали опытные тесты при игре на пэддинг. Вы можете также сделать и свои выводы из того, что я сказал. Можете не верить, можете не верить. Можете сами попробовать у кого-то взять эти две пары или рандомно прийти в магазин купить. Просто сегодня так получилось, что вот пара Викферс, она реально вот такая, а китайские палочки вот такие. Теперь подходим к самому интересному. Ну, как сказать. Блин, вы только, наверное, это и ждали. Это вот прям самый такой камень проекновения для всех барабанщиков. Это цена вопроса. Цены могли поменяться, поэтому я их слух говорить не буду, потому что могу набрать. Но, короче, тут будут просто плашки с ценниками, я подставлю. И вот эти палочки Викферс, дофига фирменные, там американские, я имею в виду классик, там супер-питч-пэд, weight-matched, guaranteed-straight, guaranteed-straight, супер-дизайн, супер-чувство, супер-стоит. Вот столько-то здесь будет написано, сколько-нибудь стоит. А сделано в Китае, упаковано в России, 406 мм орех, форма наконечника-цилиндрическая, серия Гикари Standard B, Uptone, которая чуть-чуть пропускает вибрацию. И потемнее цветом, вот столько стоит. Вот эти вот столько, а вот эти вот столько. Вот, вот, столько, столько. Вот эти столько стоят. А вот эти вот столько стоит. Вот эти вот столько, а вот эти вот столько. И как бы вы, я думаю, примерно все уже эту стратегию, как палочки покупать, и какие покупать, какие не покупать, уже выбрали по жизни. Я думаю, те, кто покупал Big First У них есть столько денег И они уже привыкли И будут все равно их покупать Пока парни нервутся А те, кто обычные барабанщики Они уже Вы сами все понимаете Они найдут, придут, найдут, купят И все И будут кайфовать И ни одну парню сразу купят, а мешок Потому что у них такая стратегия На сегодня все Все сказанное является Только лишь моим личным мнением И у меня вот эти две пары Были подобраны довольно случайным образом И этот ролик, в принципе, получился Только из-за этого Довольно случайный ролик, спонтанный Всем желаю покупать хорошие палочки Которые будет удобно играть Которые будут долго ломаться И играть хорошую музыку Побольше заниматься, много отдыхать Зарабатывать много денег Побольше счастья, здоровья, любви Всем пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Понравился ли вам этот ролик Пишите комментарии, какими палочками вы играете Пишите, какие вам палочки нравятся Пишите, какие вам не нравятся Пишите, где, знаете, есть очень дорогие палочки Пишите, где, знаете, есть очень дешевые палочки И хорошие Пишите, какие палочки дешевые и плохие Пишите, какие есть дорогие и хорошие палочки Сравнивайте Спорьте, не спорьте Спорьте, опять не спорьте Смотрите другие видео, пока Лайк, подписка, колокольчик Запись на занятия Ты же хочешь записаться Спрашиваешь каждый раз Давай уже Личка ВК, директ или по телефону Жду сигнала